Как пёс Эммануэля Макрона нарушил этикет, в чём секрет счастья по версии Эйнштейна и особенности тайского футбола? Как играть не нужно? Об этом и не только в нашем обзоре. Пёс Эммануэля Макрона справил нужду в Елисейском дворце. Прямо во время переговоров президента Франции Макрон как раз беседовал с госсекретарём по вопросам экологии и социального развития. Политики услышали характерный звук, а потом и увидели, что происходит. Все посмеялись, а Макрон сказал, что это чиновники спровоцировали у собаки недипломатичное поведение. Немо взяли из приюта летом. Он живёт в президентской резиденции, часто присутствует на важных переговорах, встречает почётных гостей. Парад скелетов в Мексике. Тысячи людей устроили шествие в честь Дня мёртвых. Праздник посвящён памяти умерших. Его отмечают в странах Центральной Америки. Участники традиционно разрисовывали лица и надели пёстрые наряды. Мексиканцы верят, что в этот день души родственников, ушедших в мир иной, возвращаются в родной дом. Традицию отмечать День мёртвых основали индейцы майя и ацтеки. Они приносили дары богам и сооружали пирамиды из черепов. Записку Альберта Эйнштейна, в которой он раскрыл секрет счастья, выставили на торги. Учёный сделал запись в 1922 году в Японии. Посыльный передал Эйнштейну сообщение о присуждении ему Нобелевской премии. Физик не хотел отпускать мужчину без чаевых, но так как они в Японии не приняты, решил раскрыть ему секрет счастья. В итоге на клочке бумаги начертал два предложения. Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, чем стремление к успеху, связанное с постоянными волнениями. И где есть воля, там есть и путь. А вот в Гонконге показали другой лот, который в ноябре уйдёт с молотка на торгах в Женеве. Это самый крупный в мире розовый бриллиант. Аукционисты надеются выручить за камень не менее 30 миллионов долларов. Весит драгоценность 37 карат. Самородок нашли два года назад. Ювелиры изучали его больше года и только после этого передали мастеру огранки. Розовых бриллиантов в мире очень мало. Только 0,02% всех алмазов на планете имеют такой цвет. Хитрый гол в тайском футболе. Команды Бангкока и Антхонга в основное время сыграли в ничью и начали бить пенальти. Во время решающего удара мяч попал в перекладину. Вратарь побежал праздновать победу своей команды. Но, как оказалось преждевременно, мяч упал, отскочил от газона и очутился в сетке.